Джон Пол Де Джори – миллиардер, основатель компании Паул Митчелл и The Patreon Spirits, состояние которого оценивается более чем в 3 миллиарда долларов. Он начинал с продажи цветов и газет в 9-летнем возрасте, чтобы помочь своей семье. Его учитель однажды сказал ему, что он никогда не добьется успеха. В итоге он стал миллиардером и филантропом. Нужна мотивация? 10 правил успеха – ваша локация. С вами Иван Кармайкл, и я создаю эти видео, потому что вы, вероятно, самый амбициозный человек в своем окружении, но вы знаете, что способны на большее. И я хочу вам помочь, окружив вас лучшими из лучших. Сегодня будем учиться у Джона Пол Дже Джори и посмотрим мою подборку его 10 правил успеха. И правило номер один – будь готов к отказу. Один из величайших секретов успеха в жизни, будь то в сфере бизнеса, работы или личной жизни, я узнал в 20 лет, работая камевояжером, и это – будь готов ко множеству отказов. Потому что, когда ты готов к отказам, то получая их, ты не расстраиваешься, не опускаешь руки. Все, не буду этим заниматься, никому это не нужно. Продажи – это энциклопедия жизни. Ты постучался в 100 дверей, их захлопнули перед твоим носом. Но на 101-й ты должен быть таким же воодушевленным, как и возле первой двери. Это главный секрет жизни, и будучи детьми и живя в центре Лос-Анджелеса, мы все это знали. У нас мало что было, мы видели многое, что могло сломать тебя. В 7, когда мы пытались продать ведро цветов, большинство прохожих говорили нет. Но ведь это всего 50 центов. Нет-нет. Но однажды официантка ресторана сказала всего 50 центов – замечательно. И купила их все. И тогда мы набрали новых. Правило номер два – оставайся позитивным. Если ты посмотришь на жизнь, то ты всегда увидишь ее наполовину пустой или наполовину полной. Все зависит лишь от твоего взгляда. Я дважды становился бездомным. Сначала в 22 года у меня был ребенок. Я был бездомным с ребенком на руках. Ему было два года. Интересно, что вы об этом упомянули, потому что большинство видит вас как миллиардера и ни за что бы не поверили, что в 22 вы были бездомным. Да еще и с ребенком. Ничто не предвещало такого будущего для вас. И когда вы на дне, глубоко на дне. У вас ребенок, вас выгоняют из квартиры, потому что вы не в состоянии выплачивать арендную плату. А ваша жена смылась со всеми деньгами? Забрала все? Все, кроме ребенка. Мы были слишком молоды для брака. И когда ты пал так низко, то, как сказал один мой друг, когда ты находишься в глубокой яме, то все, что ты видишь, это край неба. И все, что тебе остается, это двигаться вверх. Конечно, выбор все-таки есть. Ты можешь сидеть и обвинять всех и каждого в том, что с тобой случилось, что обычно люди и выбирают. Или же ты можешь сказать, «Итак, все вышло, как вышло, но теперь я могу это изменить». Правило номер три – делай ставку на повторные заказы. Я всегда всем говорю, никогда не занимайтесь бизнесом с целью продажи. Будь у вас великолепный сервис или великолепный продукт. Никогда не идите в бизнес, чтобы продать свой продукт. Идите в бизнес, нацеленный на повторные заказы. Таким должно быть ваше мышление. Точно. Потому что если вы хотите продавать, то все ваше внимание будет на продажах. Но если вы будете нацелены на то, чтобы к вам возвращались снова и снова, то вы будете делать все настолько хорошо, что все захотят рассказать о вас другим или прийти к вам еще. Правило номер четыре – следуй за возможностями. Какое бы вы дали определение американской мечте? Что это для вас? Когда ты думаешь, что тебе даны все возможности, какие только тебе нужны. Что лучше быть и не может, и ты следуешь за этими возможностями. Мое поколение любило работать. Будь нам по семь лет, когда мы собирали цветы и продавали их, или по девять, когда мы продавали рождественские открытки, или по одиннадцать, когда мы доставляли газеты. Нам было весело работать. Что мы делали с деньгами? Отдавали их мамам, чтобы мы могли лучше жить. Мы поступили в старшие классы, и с моим старшим братом смогли отложить немного деньжат, чтобы купить машину. Сущую рухлядь. Но мы довели ее до ума. Работа приносила нам удовольствие. Просто потому, что она была. Это было так круто. Правило номер пять – думай сердцем. Много раз я думал, что дело выгорит. Был позитивно настроен, но в итоге все выходило не совсем так. Но мне очень повезло. Больше половины моих предприятий увенчались успехом. И в последние несколько лет я осознал, что думать нужно не столько умом, сколько сердцем. Какие чувства у тебя вызывает эта ситуация? Какие чувства вызывают эти люди? Не важно, насколько они приветливы. Я работал со многими приятными людьми, которые казались мне лучшими людьми в мире, но в итоге наши сделки оборачивались настоящим грабежом. Я не знал этого, но я все время получал те или иные знаки. Так что и себе, и другим я говорю, прочувствуйте человека. Прочувствуйте ситуацию. Что говорит вам интуиция? Инстинкты. Инстинкты плюс факты. Очевидно, что факты нельзя не учитывать. Стало ли вам легче это делать со временем? Да. Намного легче. Когда ты так настраиваешь себя, какие чувства вызывает эта ситуация, учитывая факты, что я чувствую, я прислушиваюсь к своей интуиции, и чем чаще ты так поступаешь, тем чаще все получается. Это простое правило. Правило номер 6. Бери ответственность. Оказавшись на дне, первое, что люди начинают делать, они винят всех вокруг. Кроме самих себя. Когда же ты берешь ответственность на себя, то твой взгляд на ситуацию меняется, и у тебя появляется возможность все изменить. Когда я основывал Паул Митчелл, я вновь оказался бездомным. По чистой случайности. И я открывал компанию на заднем сидении своего автомобиля. Сколько вам было? 34-35. То есть в 34 вы вновь оказались на улице? Да. И что к этому привело? Мы нашли человека, который готов был дать нам полмиллиона на открытие компании. И в день, когда мы планировали запуститься, я пошел в банк. Мой партнер, парикмахер Паул Митчелл, прилетел с Гавайев со своей девушкой. Мы были готовы забрать деньги и начать. Я оставил все, что у меня было. Мои отношения не сложились, так что я ушел из дома, оставив ей все деньги. В кармане у меня было всего пару сотен. Я купил старенькую, но приличную машину, которой было уже лет 20. И отправился с чеком за деньгами. И тут выяснилось, что он так и не перевел деньги. Парень передумал. 81-й год. Инфляция в США составляет 12,5%. Процентная ставка, если ты сможешь получить кредит, составляет 17. 10% населения США сидят без работы. И в последнюю минуту этот парень сказал, мне ужасно жаль, но все-таки нет. И теперь дело было только за нами. Мы были сами по себе. Правило номер семь. Цени свое время. Как вы принимаете решение, когда речь идет об инвестиции своих денег, времени, энергии? Это очень важно, потому что время – ваш самый ценный ресурс. Ты должен быть уверен, что вкладываешь свое время и энергию в то, чем ты хочешь заниматься. А не просто ищешь выгоды от людей, бизнеса, ситуаций, которые тебе не нравятся. Время слишком ценно. Постарайся работать только с теми людьми, которые дают тебе почувствовать, что с ними вы можете сделать что-то важное, а не просто заработать денег. Когда вы вступаете в бизнес или в отношения с кем-то только ради денег, то это значит, что вы уже решили взять часть своего времени и обменять его на бумажки, которые не дадут вам ничего, кроме каких-то вещей. Сравним это с имуществом. Если у вас есть какая-то ценная вещь, и вы можете от нее отказаться, отлично, она нам послужила. Можно двигаться дальше. Но если вы не можете с ней расстаться, не можете кому-то отдать, значит, она владеет вами. Правило номер восемь – учись на опыте. Как вы тактически смогли продвигать энциклопедии, когда люди и слышать о них не хотели? Как вы преодолевали это? В среднем на этой работе человек задерживался на три дня. Я проработал три с половиной года. И тогда мы работали только за комиссионные. Ты приходил на собеседование, и тебе рассказывали, сколько комиссионных ты можешь заработать. Три дня нас обучали. У нас был прописанный текст, и мы должны были его выучить. Когда ты непосредственно начинаешь работать, ты вспоминаешь его лишь частично. Ты стучишься в дверь, не слишком уверенный в себе. Многие сразу захлопывают дверь у тебя перед носом. Но в какой-то момент ты начинаешь привыкать и задумываешься, а что ты можешь улучшить? На следующий день ты возвращаешься уже с другими коллегами и подмечаешь все новые детали. Что я делал, что видел, что говорил. Ты проводишь 10 презентаций, чтобы продать одну книгу. Но пройдя через опыт побед и поражений, ты становишься все лучше и лучше в этом деле. Оттачиваешь свои навыки. И в итоге я пришел к такому уровню, когда после трех презентаций я продавал минимум одну книгу. Я верил, что могу это делать, потому что верил в то, что продавал. Эту энциклопедию могли легко читать и понимать старшеклассники. Там не было нудных и сложных текстов. И я верил, что делаю что-то хорошее для людей. Так что ты должен верить, что ты делаешь что-то хорошее и что это кому-то поможет. И учись на своем опыте. Смотри людям в глаза. Многие не знают и этого. Многие говорят, мне сложно смотреть людям в глаза, потому что я чувствую себя некомфортно. Конечно, некомфортно. Тем более все мы разные. Как с этим справиться? Смотрите на переносицу, и им будет казаться, что вы смотрите прямо в глаза. Я работаю над книгой с подобными советами, пока она не готова, может в следующем году. И, конечно, улыбайтесь. Улыбка – самая потрясающая вещь, дарованная нам Богом. И начинайте улыбаться не во время разговора, улыбайтесь еще до того, как постучали в дверь. Даже если ваш день – дерьмо, все равно улыбайтесь. Здравствуйте, как ваши дела? Когда вы улыбаетесь, все меняется. Люди меняются. Правило номер девять – верь. В какой момент вы решили… А это будет что-то стоящее? Когда запланировали выпуск шампуня и кондиционеров Пауэл Митчелл, благодаря чему стали известны. В какой момент вы решили, давайте сделаем это? Мы планировали это, потому что я разбирался в бизнесе. Я работал в сфере маркетинга и продаж и знал, кто может заняться производством самого продукта. Но я не занимался волосами. А Пол был потрясающим стилистом-парикмахером. Одним из лучших в мире. Очень талантливым. Но он ничего не понимал в бизнесе, и это была идеальная комбинация. Мы лучшие друзья, и мы знали, что можем это сделать. Мы начинали ни с чем, но сказали себе – давай осуществим это. И если вы посмотрите фильм «Удача», он есть на iTunes, Amazon. Вы увидите, что вся эта история началась из ничего. Но мы смогли добиться своего, потому что верили в это. Но самое главное, несмотря на то, что у нас ничего не было, мы не поступали с ценностями. Мы никогда не тестировали свою продукцию на животных. Хотя тогда это было повсеместно. И не делаем этого по сей день. Хочу вам пожать руку, это достойно восхищения. И правило номер 10, заключительное перед бонусным видео – делись своими чувствами. У меня были партнеры в предыдущих бизнесах, которые я пробовал запустить. Но они не были так хороши, как мой партнер Пол Митчелл, и эти бизнесы не выстрелили так, как я рассчитывал. Так что если у вас есть партнер, вы должны быть дружелюбны друг к другу. У вас также должны быть свои границы. Я живу своей жизнью, ты своей. Но вы вместе, и у нас есть общая цель. Если у вас возникают проблемы, которые я называю не проблемами, а вызовами, то лучший способ их решить – это не быть агрессивным, не нападать. Гораздо проще сказать «Знаешь ли, ты потрясающий человек, а мы создали с тобой отличный бизнес». И я говорю со всем уважением. Но я предложил тебе идею, а ты постоянно ее зарубаешь, и я чувствую себя довольно паршиво из-за этого. И я знаю, что ты бы хотела об этом знать, потому что делюсь этим с тобой. Делитесь своими чувствами. Если у партнера возникает идея, которая не кажется тебе хорошей, то скажите «Это классная идея, и я рад, что ты ее высказал». Всегда поддерживайте человека. Но давайте-ка взглянем на нее с другой стороны и попробуем ее развить. И вставьте свои пять копеек. Всегда уважайте другого человека. Далее вас ждет бонусное видео, думаю, вам понравится. Но перед этим мой вопрос дня. Что вы вынесли из этого видео, и что вы предпримите в соответствии с этим уже на этой неделе? Когда мы выписываем где, когда и что мы планируем сделать, то ваши шансы сделать это увеличиваются до 91%. В противовес 35%. Если ты просто получил дозу мотивации, но не написал соответствующий план. А когда вы делитесь этим планом с другими людьми, то ваши шансы увеличиваются еще больше. И именно этого я хочу для вас. Напишите в комментариях, что вы вынесли из этого видео, и как в связи с этим вы планируете действовать на этой неделе. Какие у вас ключевые профессиональные личностные ценности? Прежде всего, золотое правило морали. Поступай с другими так, как бы хотел, чтобы поступили с тобой. Это база большинства религий, но порой многие забывают об этом, уходя в ритуализм. Но это ключевая ценность. Поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. И еще момент. Неразделенный успех. Это поражение. Другими словами, когда ты достигаешь успеха, то это не только ты достигаешь успеха. То есть, достигнув его, ты и так знаешь, что ты смог. Но на этом пути один из главных уроков, которые ты должен усвоить. Дело не в тебе, а в твоей способности служить планете, пока ты на ней находишься. А говоря, я-я-я, посмотрите, что я сделал, вот видите, мое имя на здании, я это сделал. Ты обесцениваешь труд окружающих. Люди не любят слушать, как другие постоянно говорят о своем величии. Они хотят знать, что они тоже приняли участие в этом, что они также сделали что-то значимое. И очень важно об этом помнить. Друзья, если вам понравилось это видео, то вы, возможно, захотите посмотреть и другие видео об успешных людях. Подписывайтесь на канал, и вы увидите то, что вдохновляет меня в других, и что я применяю в своей жизни и бизнесе. И оставляйте свои комментарии внизу.